МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канал ОТС продолжает программа Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Принавшие извинения, конечно, родителям. Оба виновны. В Новосибирске приговорили двух водителей, ставших участниками смертельных ДТП. Зоумышленник был задержан и впоследствии на основании направленного в суд ходатайства заключен под стражу. Вооружен и опасен сельского ревнивца, который набросился на соперника с ножом, отдают под суд. К обвиняемому предъявлен иск на сумму более 6 миллионов рублей. Высокопоставленный пироман, следствие по делу руководителя лесхоза, случайно спалившего угодья, завершено. Водителя скорой помощи признали виновным в гибели 7-летней девочки. Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле о резонансном дорожно-транспортном происшествии. Прошлой осенью профессиональный шофер прямо на тротуаре насмерть сбил первоклассницу. Приношу извинения, конечно, родителям, насколько это получилось. Ну, я тоже 10 месяцев уже. Это у меня в голове остается до конца жизни, я так понимаю. Андрей Карманов полностью признал свою вину и, похоже, раскаялся. До недавнего времени мужчина работал водителем скорой помощи. Но после трагического инцидента его перевели в слесаре. 11 октября 2021 года шофер решил сократить путь и объехать участок, где проводились ремонтные работы на теплотрассе. Сдавая назад в зоне, предназначенной для пешеходов, он допустил преступную небрежность. В пути следования водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на малолетнего пешехода, находящегося на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Под колесами скорой погибла 7-летняя Полина. В день трагедии девочка шла в музыкальную школу мимо дома номер 56 на улице Трикотажной, куда по вызову и приехали медики. Судья пришла к выводу, что Карманов нарушил сразу несколько пунктов ПДД. Двигаться по тротуару водитель не отложки мог только в случае крайней необходимости, при этом убедившись в безопасности маневра и включив спецсигналы. В целью предупреждения совершения Карманова нового преступления, восстановления социальной справедливости. Суд полагает, что исправление Карманова может быть достигнуто при применении к нему наказания только для лишения свободы. В качестве смягчающих вину обстоятельств судья учла, что Андрей Карманов публично извинился перед потерпевшим. Прокалом и стечению обстоятельств шофер лишился не только работы, но и свободы. Приговором суда Карманов признан виновным. Совершение преступления предусмотрено частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме того, суд удовлетворил иск отца погибшей девочки. По решению Фемиды с ГБУ и НСО Медтранс работодатели Андрея Карманова взыщут 66 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба и полтора миллиона за моральный вред. Впрочем, родители, потерявших в результате ДТП единственную дочь, такой приговор, похоже, не устроил. Мы считаем, что похвалил и отпустили. Приговорили в Новосибирске и автомобилиста, который не раз садился за руль под градусом. Сбив велосипедиста, Денис Батва уехал с места происшествия. Машину бросил в лесу, а сам несколько дней скрывался от полицейских. Батва обвиняется в том, что 12 августа 2021 года по неосторожности причинил смерть человеку, потерпевшему нарушив правила дорожного движения. При этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Батва обвиняется в том, что он оставил место происшествия, оставив без какой-либо помощи потерпевшего. На высокой скорости темный кроссовер снес двухколесное транспортное средство и скрылся. На месте трагедии осталась разбитая фара. Инспекторы ГИБДД без труда установили марку, год выпуска и даже цвет машины. Госномер вычислили благодаря уличным камерам. Синюю Хонду с характерными повреждениями позже нашли в лесу, а управлявшего иномаркой водителя объявили в розыск. Спустя некоторое время, заручившись поддержкой адвоката, Денис Батва сам пришел в отдел полиции. Оказалось, в тот день он вообще не имел права садиться за руль. Кроме того, по словам свидетелей, в момент столкновения автомобилист тоже был пьян. Приговор с учетом предыдущих нарушений закона – семь с половиной лет колонии общего режима. У погибшего Алексея Фололеева остались жена и несовершеннолетний сын. 33-летнего ревнивца из Купинского района области будут судить за то, что он едва не расправился с новым мужем своей бывшей возлюбленной. В июне следователи комитета возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Фигурант, изрядно приняв на грудь горячительных напитков, ворвался в дом экс-супруги и учинил кровавые разборки. Самой женщины не было. Весь гнев отставного ухажера достался ее избраннику. Он получил несколько ударов ножом. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где в результате своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи его смерть не наступила. Злоумышленник был задержан и впоследствии, на основании направленного в суд ходатайства, заключен под стражу. Вину по предъявленному обвинению он признал частично. По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем материалы с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступят в суд для рассмотрения по существу. 28-летнего новосибирца, который накануне порезал мужчину на улице Дусика Вальчук, отправили в СИЗО на время следствия. Конфликт начался спонтанно из-за того, что прохожие задели друг друга плечами. Во время ссоры один из рассерженных пешеходов достал нож и воткнул его в живот оппоненту. В МВД уточнили, участники инцидента не были знакомы друг с другом. А вот задержанный правоохранителем известен. Он в свое время уже привлекался за грабеж. Руководитель лесхоза по неосторожности спалил почти 70 гектаров насаждений в угодьях северного района Новосибирской области. За эту оплошность ему теперь придется отвечать в суде. Как выяснилось, в апреле этого года обвиняемый решил варварским способом бороться с лесными пожарами. Он устроил встречный пал травы на своей территории. Но финала фаер-шоу не дождался, ушел домой. И ситуация мгновенно вышла из-под контроля. С травы пламя перекинулось на деревья. К тому же в регионе буквально накануне был введен особый противопожарный режим. Было запрещено не только разжигать огонь, но даже жарить шашлык в лесу. Ущерб многомиллионный. С учетом используемого при расчете вреда повышающего коэффициента размера затрат, связанного с созданием лесных культур, Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области к обвиняемому предъявлен иск на сумму более 6 миллионов рублей. Уголовное дело направлено Мировому суде Северного района для рассмотрения по существу. И в продолжении темы этой ночью пожарные отстояли садоводство Нива в поселке Ложок Новосибирского района. Там вспыхнула дача из бруса. Пламя в любой момент могло перекинуться на соседние участки. Когда первые расчеты прибыли к месту ЧП, огонь полностью охватил строение. Но его удалось ликвидировать довольно быстро. Воду для тушения подвозили от ближайшего гидранта. Пожарным удалось ликвидировать огонь в течение получаса, не допустить распространения огня и защитить дачное общество. В результате пожара огонь повредил деревянную дачу на площади 54 квадратных метров. Хозяева поврежденного здания были на месте. Они не пострадали. Дознаватели МЧС России выясняют обстоятельства и причину произошедшего. А сейчас, внимание, розыск сотрудников линейного отдела МВД на станции Барабинск интересует женщина, которую заподозрили в краже сумки у пассажирки. Преступление было совершено в начале августа на остановочной платформе междугородных автобусов. Потерпевшая заявила ущерб больше, чем на 11 тысяч рублей. Отсмотрев видеозаписи камер наблюдения, полицейские пришли к выводу, что к хищению причастна эта женщина. Если у вас есть информация, где ее найти, позвоните по телефону, указанному на экране. И последнее. Новосибирец из охотничьего ружья расстрелял ЛЭП в соседней Томской области и оставил без электричества 15 деревень. Задержанный уверял правоохранителей, что сделал это случайно, мол, палил в воздух неприцельно. Оружие с патронами изъяли и возбудили уголовное дело по довольно редкой статье. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Мужчине грозит наказание от полумиллионного штрафа до трех лет лишения свободы. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции экстренного вызова. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До встречи.